Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Мы поговорим сегодня о втором хлебе белорусов, то есть о картошке. Бульба, как мы ласково ее называем. Сортов картофеля даже в нашем госреестре белорусском где-то более 150. Если точно 157 сортов. Из них 49 сортов белорусской селекции. Так что выбор очень огромный и передачами в каждую весну встает вопрос, что посадить на своем участке, как выбрать хороший сорт картофеля. Во-первых, необходимо знать, что сорта картофеля делятся на столовые и технические. Есть сорта универсальные, которые используются точно так же, как и столовые и технические. Учтите один немаловажный нюанс, что все технические сорта имеют повышенное содержание крахмала. Значит, рассыпчатость картофеля не определяется именно крахмалом. Потому что все сорта, которые имеют нового крахмала, даже с добытоками до 30% крахмалистой клубни, значит, они при варке разварываются и превращаются в каши. Они становятся сыпчатыми, сильно крахмалистые сорта, они прорастают за просто каша. Рассыпчатая каша и все, чтобы вы представляли. Потому что разварываются сорта, которые содержат меньшее количество крахмала. Где-то в пределах 12-15%. Значит, по весне в наших магазинах продается это и семянных магазинах, и строительные магазины сейчас подключились, и хозяйственные магазины крупные подключились. Они продают посадочный материал картофеля. Ну, я так прикинул, что где-то продается аппаратка 20 сортов. Если вы пришли туда, как определиться с сортом? Как определиться, какой же сорт выбрать, чтобы он был хороший и вкусный? Ну, во-первых, если мы говорили о вкусах, я рассказал о крахмале. Потом, значит, отмечу второй нюанс. Значит, что вкус картофеля зависит и от почвы. Например, сорт скарб, вот он перед вами, как бы на сулинках. Он как бы такой сорт посредственного вкуса, не очень это самый вкусный. Поэтому многие к скарбу относятся как бы пренебрежительно. Несмотря на его высокую урожайность. В то же время на песчаных почвах этот сорт и рассыпчатый, и вкусный. То есть на разных почвенных разностях вкус картофеля, конечно, будет меняться. Далее мы хотим получить большой урожай. Мы хотим большой урожай получить. На что мы обращаем внимание? Ученые старались. И они вывели, значит, сорта с разной потенциальной урожайностью. Есть сорта, что урожайность 49 тонн с гектара. Есть сорта, что урожайность 55-60, большинство сортов с гектара. Есть отдельные сорта, урожайность которых составляет и 72, тоже лилей, тоже зорочки, составляет тоже уладаран, манифеста, вектора. Наш урожайность 72-73 тонн с гектара. О чем это говорит? Что если мы разделим, значит, с одной сотки, даже при обычной агротехнике, у этих сортов мы можем получить, соответственно, 730-720 килограмм. Ну и сравните, что 48 килограмм сорта. Значит, урожайность зависит от сорта. Не только от почвы, но зависит и от сорта. Ну, следующий немаловажный аспект, который, как бы, ну и сейчас уже по старинке забывают. Раньше считалось, что все ранние сорта, значит, они плохо хранятся, быстро прорастают. Хотя они дают, и урожай давали ниже сорта, чем поздние сорта. Сейчас это заблуждение. Сейчас это заблуждение, потому что ученые постарались, значит, вывели сорта ранние, которые хорошо хранятся, то есть не прорастают почти до весны. Это один момент. Второй момент по этим сортам, что ранние сорта, ранние, сегодня ранние сорта стали иметь потенциальную урожайность порядка 600 килограмм в сотке, если перевести. Значит, тоже можно выбрать сорта, которые такие урожайные. Ну и тут, значит, почему акцентировать ранние, средние, поздние сорта, если так подытожить. На своем участке я ежегодно выращиваю 2-3 новых сорта, добавляю. Так вот, уже 2021 год и 2022 год, значит, показал очень слабую урожайность поздних сортов картофеля. Все поздние сорта картофеля, и даже не только что наши, тоже с добыток, или та же Никса немецкая, они показали слабую урожайность. Почему? Потому что недобор влаги во второй половине лета, значит, привело, что клубни были мелкие, и урожаи, соответственно, низкие. Значит, поскольку такие годы у нас повторяются все чаще, значит, ставку надо делать на ранние и средние спелые сорта картофеля. Тогда вы будете каждый год с урожаем. Тем более, что эти сорта, как бы, они раньше заканчивают свой рост, и они уходят от фитофторы. Их надо меньше обрабатывать. Ну и поздних сортов есть один еще небольшой недостаток на вашем участке. Почему? Смотрите, поздние сорта картофеля растут. Уже я объяснил, что не хватает влаги, урожай мельчает. Но ботва у них остается очень долго зеленой. Она еще в августе, в начале сентябра, она зеленая. А раз она зеленая, значит, она привлекает как фитофтору, так и колорадских жуков. Колорадские жуки будут слетаться к вам со всех полей. Поэтому эти сорта могут быть хороши для производства, где есть, конечно, и трактора, есть мощная техника, которая может позволить это самое пройти, ну, сделать обработку. Вот, раз, скажу, как фитофторы. Но в домашних условиях я уже советовал, как бы, садить поздних сортов как можно меньше. Потому что время потрачено, а урожай слабенький. Какие вкусовые качества были, это не оправдывает того, что вы занимаете площадь. Значит, ну, испытывая, как уже высказался, каждый год, на моем участке появятся 2-3 новых сорта. Какие сорта порадовали мне в этом 2022 году? Значит, вот они лежат перед вами. Очень хорошим урожаем. Меня порадовал немецкий сорт Кроне, немецкий сорт Ивенал и наш белорусский Скарб. Как видите, эти картофельные, несмотря на то, что не хватало осадков первой половине лета, что и вторая половина лета была очень засушливая, они дали хорошие клубни, хорошее вкусовое качество и хорошая урожайность. Если представьте, что приятно выкопать куст картофеля, усыпано крупными красивыми клубнями, чем там будет 10-15 клубней, но все миленькие, которых только годятся на семена. Поэтому советую вам сделать ставку на эти сорта. Ну, тут как бы вы можете задать вопрос, что вот Пётр Николаевич, у вас почему-то все сорта только с желтой окраской кожуры. Желтая окраска кожуры и желтая мякоть. Ну, потому что у нас в семье как-то все красные, ну, сорта с красной кожурой как бы не прижились. Не прижились, как-то вот они вкусно выращивали мы журавинку, выращиваемый манифест. Они вкусные, они рассыпчатые, но как-то нашей семье они не нравятся. Поэтому от этих сортов мы отошли. У нас сорта такой вот более традиционной гаммы. Точно так же мы попробовали и цветные картофели. Выращивали цветной картофель со черной мякотью, с фиолетовыми клубнями по окраске. От этих сортов мы тоже отказались по той простой причине, что даже при хорошей урожайности после уборки на поле остается очень много картофеля. Проходит дождь и на поле очень много картофеля. Ну, значит, если вы молоды, есть хорошее зрение, значит, вы можете выращивать эти сорта, конечно. Особых преимуществ цветных картофель перед обычными традиционными я не заметил. Поэтому я не акцентирую внимание, не призываю, не рекламирую, что выращивают цветные сорта картофеля, что они очень полезны. Ведь есть немало других овощей, которые дают и не хуже урожай, и более богаты будут теми же веществами, теми же амтоцианами, чем темно окрашенные сорта картофеля. Так что поняли. К выбору сорта картофеля надо показать творчество. Обращать внимание на экологические требования картофеля. Любит ли он песчаные почвы, любит ли он согленькие, любит ли он повышенные дозы удобрений, или он растет при обычном агрофоне. И, соответственно, сроки. Сроки, когда ваш картофель созрет. То есть, когда будет, можно определить его уборку. И это придаст нам, что вы поставите картофель, и вы будете получать очень хороший урожай, которому все будут завидовать, и вы будете горды, что у вас на участке растет такой великолепный картофель. Приятного аппетита! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»